Детское радио представляет Это старый фильм такой, да? Ну да, вроде бы А, смотрел когда-то, а что? Да, я вот тут сказку Жуковского читала О царе Бериндее Ну ты знаешь, там длинное такое название И сыне его Иване Царевичи О хитростях Кащея Бессмертного Да-да-да, там в названии почти вся сказка пересказана Но я что сказать-то хотела Фильм про Варвару, оказывается, по этой сказке снят А я раньше и не замечала Только вот недавно сочинение про сказку писала и задумалась Ну и что, мало ли фильмов по сказкам снят Нет, но ведь в сказке царевну Марьей звали А в фильме Варварой Переименовали Вообще в русских сказках обычно или Марья, или Василиса, или Настасья, да? Да, Варвара, наверное, редко встречается Хотя имя красивое, несмотря на значение А что значение? Что-что, ну и так ведь понятно Есть ведь у нас слово «варвар» Ну, не надо думать, что Варвара из-за этого плохое имя Нет, просто этим словом древние грехи называли людей, чей язык был им непонятен Варвар-бар, Варвар-вар, это такое звукоподражание Барвар? То есть имя Барбара – это вариант нашей Варвары? Конечно! Очень популярное имя во многих странах Да, я знаю Есть, например, знаменитая певица Барбара Стрейзенд Не просто певица, а еще и актриса А еще нам рассказывали про Варвару Александровну Лопухину – музу Лермонтова Он ей стихи посвящал Верно, верно В общем, имя хорошее, древнее Уверен, во всех странах, где оно встречается, найдутся свои знаменитости А оно только женское? А то ведь у многих имен бывают и мужская, и женские версии Почти во всех языках есть только женская версия – Барбара Кажется, только у итальянцев иногда встречается Барбаро Слушай, а кукла Барби – тоже тезка нашей Варвары? Ну, конечно! Это одно из сокращений имени Барбара А у нас их называют Варя, Варенька, Варечка Надо же, как интересно! Что значат наши имена?